Давайте поставим точку. Некоторым играм с огромными бюджетами и тонной маркетинга не суждено стать успешными. У них просто не получается. Но это не значит, что в них не было вообще ничего хорошего. Всем привет, я Никитун и это десятка гениальных миссий в провальных играх. А начнем задание найти Олимпию в Marvel's Avengers. В Marvel's Avengers странно то, что в целом в ней есть каркас отличной игры, но все заметно портит то, что это игра-сервис. Это настоящее клеймо. Да, первое впечатление от игры неплохое, если вы не против странно выглядящих Мстителей. Серьезно, они похожи на фигурки, которые на рынке в палатках продают. Вообще не те лица. Но, если этого не считать, первый отрезок игры неплох и заставляет надеяться на лучшее. Вот только позже оказывается, что игра бесконечная. Ну да ладно. Второе главное задание компании, если не считать пролога, наверное, лучшее во всей игре. Во-первых, оно впервые позволяет вам оттянуться в роли Халка. Да, набор ваших возможностей довольно ограничен, но темп повествования в задании очень неплох. И время от времени уровень чем-нибудь разбавляет скуку. А в одной секции вы даже возвращаетесь к роли Камалы. В общем, это веселый и довольно кинематографичный уровень, который заканчивается схваткой с одним из очень немногих суперзлодеев игры мерзостью. Это точно не лучшая схватка в мире, но она выглядит отлично и хорошо справляется с тем, чтобы завершить интересное и полное экшена задание. И сразу после этого все идет под откос. Игра показывает вам, сколько в ней скучных многопользовательских заданий. Второе задание явно не лучшее в истории, но оно определенно выделяется на фоне остальной игры, а поэтому заслуживает место в списке. The Order 1886 и взлет Агамемнона Несмотря на то, что в основном это средненькая и быстро забывающаяся игра, в The Order 1886, тем не менее, есть одно запоминающееся задание. То, в котором вы проникаете на дирижабль. Сюжет в задании довольно странный. Ваши ребята знают, что мятежники внедрились в команду. Но вместо того, чтобы поймать и допросить кого-нибудь, они просто ходят и душат всех. А когда начинается стрельба, становится неясно, где вообще прятались все эти мятежники. Так что, с точки зрения сюжета, тут определенно есть огрехи. Но от самого задания просто дух захватывает. Оно впечатляет от начала и до конца. От спуска по боку дирижабля на фоне Лондона и до перестрелок в богато изукрашенных комнатах. Графика выглядит так, как будто это игра для PlayStation 5, а не одна из игр стартовой линейки PlayStation 4. В задании даже есть забавный момент, где вы должны в большой комнате найти маскирующихся среди охраны предателей, чтобы остановить убийство. Гениальным его не назовешь, он для этого простоват. Но он все равно очень интересный. Мне задание запомнилось в первую очередь благодаря графической составляющей и окружению. Геймплей революционным тут не назовешь. Потому что игра была довольно короткой и недоделанной, когда дело не касалось графики. Мне она показалась чем-то вроде демонстрации технических возможностей консоли. Потому что она была жутко линейной, но прекрасно выглядящей. До невозможности хорошо выглядевшей для своего времени. Что тоже заслуживает места в списке. Побрить Ленни из Hitman Absolution. Absolution это определенно паршивая овца серии. А учитывая насколько отличными получились три последних игры, легко позабыть об Absolution, как о каком-то мимолетном промахе и не более того. Ее легко сбросить со счетов, но и в ней есть свои светлые стороны. Эта игра отличается от других тем, что пытается быть одним линейным приключением. Вместо того, чтобы предлагать нам набор контрактов, которые можно завершить самыми разными способами. Хотя в целом нам подсовывают больше закрытых пространств, где есть меньше вариантов прохождения. Здесь есть и более открытые традиционные задания, которые выделяются на фоне других. Я бы сказал, что самые лучшие задания этой игры все равно хуже любых заданий из новых частей. Но это не значит, что они ужасные. Побрить лень не получилось особенно хорошим. В этом задании вы должны убрать членов Пум Хоупа. И для каждого из них можно подыскать весьма забавные способы убийства. Сам уровень также весьма интересно выглядит с визуальной точки зрения. Потому что для серии Хитман это необычный сеттинг. Он полон деталей и хорошо проработан, хотя и разделен на две части. Некоторые предпочитают другие уровни, например Чайна Таун. Но здесь сочетаются самые интересные окружения и самые веселые убийства. И как я уже сказал, уровень не дотягивает до следующих игр. Но это определенно одно из лучших заданий в Абсолюшн. Silent Hill Down Poor и все ее побочные задания. Видите ли, в целом это довольно скучная игра, в которой ничего революционного не происходит. В плане сюжета ей похвастаться нечем. Но вот что в игре вышло отличным, так это побочные задания. С точки зрения наград, игрокам мало чем мотивируют их выполнять. Но к ним подошли творчески, и в этих заданиях происходят интересные вещи. В общем, ваша награда это то, что вы увидите хорошие части игры. Например, одно задание начинается, если вы решите исследовать кинотеатр. Пленки позволят вам перенестись в записанные на них фильмы. И вам придется исследовать сразу несколько фильмов, чтобы разгадать головоломку. В другом задании вы видите, как кого-то убивают, когда они поворачивают ручку граммофона. И вы можете спасти их, если проиграете песню в обратном направлении. Есть еще одно жуткое задание, где нужно отыскать пропавшую девочку, идя по следу из ленточек. В конце вы узнаете, какая трагичная участь ее ждала. Все это необязательное для прохождения части игры, но определенно лучшее. А дальше Дюк Бургер из Дюк Нюкин Форевер. Дюк Нюкин Форевер обычно оценивают строго негативно и не зря. Стрельба там так себе, юмор грубый и туповатый, но не в хорошем смысле. Дизайн уровней унылый и так далее. Это не очень хорошая игра. Часть юмора можно было бы простить, если бы игра была крутой, но это не так. Но это не значит, что прям вся игра ужасна. В ней есть один уровень, который по крайней мере интересен. В какой-то момент вы оказываетесь возле забегаловки, которую почему-то назвали в честь Дюка Нюкина. Еще более странно то, что она находится на вершине небоскреба. Я не уверен, что тут должно происходить, но сам уровень очень веселый. В какой-то момент вы увидите, что по полу двигаются перевернутые стаканы. Оказывается, что под ними были уменьшенные враги. Вам тоже дают возможность уменьшиться, и вам приходится пробираться по мебели, полкам и разной кухонной утвари. Управление не очень крутое, но это веселая идея, которая не успевает надоесть. И уровень находит весьма оригинальные способы использовать уменьшение героя. Это чуть ли не единственный уровень, в котором ты чувствуешь себя так же, как в классическом Дюк Нюкин 3Д. Ты исследуешь интересное окружение, параллельно разнося пришельцев на куски. Вся остальная игра непримечательная и даже плохая, но вот уровень в бургерной прикольный. А дальше временные аномалии из Assassin's Creed Unity. Вот еще одна игра из крупной франшизы, которая в момент релиза села в лужу. Можно составить для нее целый список проблем, но главной все равно остаются баги. А также производительность, кривой геймплей и разочаровывающий сюжет. Но мне кажется, что баги все равно людям запомнились лучше. Я вообще не помню большую часть сюжета, но вот баги незабываемые. Иронично то, что одни из лучших заданий игры как раз являются глюками в игровой вселенной. Время от времени анимус, считывающая генетическую память и проецирующая виртуальный мир машина, начинает глючить. Единственный способ выжить в данном случае это зайти во временную аномалию, которая перенесет игрока в другой исторический период. Первая переносит вас в конец 19 века. Так что вы будете уклоняться от поездов, сможете хорошенько рассмотреть Эйфелеву башню и еще строящуюся статую свободы. Почти все эти задания очень линейны, но каждая из них это такой себе аттракцион, показывающий локации игры с новых сторон. Вторая аномалия переносит вас во времена Второй мировой, где вы будете карабкаться на Эйфелеву башню и уворачиваться от пуль немецких самолетов. А вот последняя наименее интересна. В ней вы переноситесь в средневековый Париж, где вы опуститесь под Бастилию. Это не совсем тот уровень безумия, как в прятках с фашистскими самолетами, но это все равно прикольное приключение. Ни одно из этих заданий не назовешь неотъемлемой частью сюжета. Напротив, они почти ничего к нему не добавляют. Но, возможно, сходить на экскурсию в другую версию локации это прекрасная идея. Прохождение занимает всего несколько минут, но оставляет неизгладимые впечатления. Задание не отключайтесь из дополнения Bad Blood для Watch Dogs. По сравнению с другими играми в списке, это не такая уж и плохая. Сильно разочаровавшая тех, кто ее ожидал, но неплохая. В ней приятно выделились сразу несколько заданий. Но, если бы мне нужно было выбрать только одно, я бы выбрал не отключайтесь из дополнения Bad Blood, как я уже сказал. В нем вы играете не за самого непримечательного мужчину в мире, Эйдена Пирса, а за Ти Боуна, который воюет с хакером дефолтом. И в этом задании на его базу нападает сразу целая свора бандитов. Отличным задание делает то, как оно использует имеющиеся игровые механики. Ведь вы обороняете локацию, полную защитных механизмов, которые можно активировать одним нажатием кнопки. Учитывая, сколько вам нужно отбить врагов, это задание позволяет совершенно не сдерживаться, используя крышесносные хакерские примочки. В целом, дополнение Bad Blood лучше основной игры. В нем все задания вышли неплохими, но лично мне больше всего нравится вот это. А на третьем месте уровни с машинами из Medal of Honor Warfighter. Недолго продлившаяся попытка Electronic Arts позариться на корону Call of Duty подарила нам ребут Medal of Honor и его продолжение Warfighter. И тогда как в целом это игры непримечательные, в Warfighter хотя бы были прикольные уровни с машинами. Секции, где нужно водить машину, определенно встречаются не только Warfighter. В Call of Duty их полно, но в Medal of Honor они вышли отличными с точки зрения как геймплея, так и зрелищности. Первая ждет вас вскоре после начала игры. И в ней вы будете преследовать машину на улицах Карачи в Пакистане. Погоня начинается в порту, продолжается по промышленному предприятию и заканчивается на узких деревенских улочках. Уровень погружения в игру здесь просто великолепный. На лобовое стекло налипают пыль и грязь, а ваш персонаж реалистично пользуется стояночным тормозом в случае резких поворотов. В игре даже есть момент, где нужно медленно пробираться сквозь пробку. Такого обычно в погонях на машинах не показывают. Следующая секция с машиной находится на уровне встречи в Дубае. Там вы похищаете банкира, а затем пытаетесь скрыться с ним, тогда как за вами по улицам Дубая несется охрана. В этом задании действительно чувствуется, что вам нужно поторопиться, что добавляет ему реализма. И темп происходящего здесь более естественный по сравнению с Call of Duty, в которой часто события происходят одно за другим. Остальные задания в игре это по сути тот же тир, который вас ждет в Call of Duty. Но вот эти два выделяются отличным темпом повествования и морем адреналина. На втором месте большое ограбление из девятой и десятой главы Кейн и Линч Дэдмен. Если кто-нибудь и помнит что-нибудь об этой игре, они точно запомнили ограбление. Все начинается с крыши небоскреба и заканчивается былинной перестрелкой с полицией на улицах Токио, что является явным омажем фильму «Схватка». Как говорится, хочешь красть – кради у лучших. И игра так и сделала. В целом игра несколько уродливая и кривоватая, но вот эти главы вышли отличными. Сначала вы спускаетесь с крыши небоскреба на веревках и застаете бизнесменов расплох, после чего вас ждет безумная перестрелка с охраной. Дальше вы спуститесь в лобби, но полиция уже окружила здание, так что вам предстоит начать на улицах Токио настоящую войну. Есть что-то сюрреалистическое в перестрелке в таком месте. Оно хорошо показано и выглядит интересно, в отличие от всей остальной игры. Само ограбление в основном показывают в катсцене, а нам дают поучаствовать в перестрелке. Но это настолько классная перестрелка, что это не важно. Если я когда-нибудь вернусь к игре, то только ради этого задания. Это лучшая часть игры и одно из самых крутых заданий в истории. А на первом месте первая глава истории Леона из Resident Evil 6. Мнения фанатов о Resident Evil 6 разделились, если выразиться мягко. Но если поспрашивать людей об их любимой части игры, большинство согласится, что это первая часть компании Леона. Если вы не знаете, необычно эту часть делает то, что в ней четыре отдельных компании. Вы можете играть за Леона, Криса, Аду и нового персонажа, Джейка. И у каждого персонажа свой стиль геймплея и атмосфера. Например, компания Криса чем-то напоминает Call of Duty. А Джейку предстоит приключение с уклоном в экшен-адвенчер. И роль многих элементов, делавших франшизу страшной, здесь была заметно уменьшена. Особенно, если сравнить игру с любой другой частью. С геймплеем также есть определенные проблемы, которые многих игроков отпугивают. Но вот компания Леона возвращает в игру традиционную жуть. Вам нужно сражаться с олдскульными зомби, исследуя на удивление затейливо построенный городок. По крайней мере, в первой части. В ней вам нужно исследовать кампус колледжа, где начинается история. А также небольшую часть самого города. Я бы сказал, что окружение здесь заметно выделяется в лучшую сторону. Уровень детализации и атмосфера здесь великолепные. На уровне лучших моментов всей серии. Сюжет начинается довольно неспешно. Вам придется долго ходить, общаться и смотреть катсцены. Но когда вы через это проберетесь, для вас откроется множество путей. Вся эта секция кажется предшественницей ремейка второй части. И тогда как ремейк второй части, наверное, все же получше, ни в какой другой части вы не сможете двигаться настолько свободно, как в шестой. Здесь доступно не меньше приемов и движений, чем в Metal Gear. Мне кажется, что игра на самом деле не такая уж и плохая, несмотря на ее репутацию. Даже учитывая то, что все остальные компании не дотягивают до первой главы компании Леона. Хэй, ребята, миссия из какой игры стала для вас таким же хидден джемом? Пишите и описывайте свои самые любимые задания, я обязательно все прочту. Огромное спасибо за просмотр видео до самого конца. С вами был Никитун и до скорых встреч в новых видео.